Еженедельный настольный выпуск новостей порадует вас крутыми новинками и в очередной раз отечественных анонсов будет больше, чем зарубежных. Последственно, видимо, за рубежом все еще отдыхают, а наши прямо бомбят. Погнали! Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня вас ждет очередной еженедельный выпуск новостей. И начнем мы, как всегда, по хорошей традиции, с зарубежки. Там будут интересные игры и красивые игры, а потом будут кикстартеры от Сашки и, конечно же, новинки отечественного рынка. Новая игра Agency, которая выйдет в следующем году, отправит нас на 220 островов Эгейского моря и каждому из игроков выдаст колоду его фракции. Это будут опеняне, спартанцы, а также жители Крита и Родоса. Каждая карта в игре — это либо остров, либо корабль, либо храм. Это еще могут быть товары и люди, и каждая карта в игре с уникальным текстом. Ваша цель будет привести себе домой как можно больше товаров. И по описанию игра играется очень похожа на смешап или замес. То есть сначала у нас будут лежать карты островов, и вы под них будете подтыкать карты своей колоды для того, чтобы оказывать в ней различные эффекты. На кораблях вы будете увозить товары, а люди позволят вам контролировать острова. Free League Publishing на основе своей ролевой игры Mutant Year Zero выпустит Скирмиш, при этом отличительной его чертой будет, что он будет рассчитан на мультиплеер, а не на двух игроков, как обычно это сделано в Скирмишах. Разрабатывает его Энди Чемберс, это автор игры Некромунда, которая выпускала Games Workshop. RTP Games, греческое издательство, выпустит игру, которая будет полностью печататься на 3D-принтере. Игра называется будет Flick Maze, и в ней вы будете сооружать различные трассы, а потом запускать по ним шайбы, так чтобы они попали в цель, как в керлинге, наверное. И, честно говоря, до тех пор, пока я не увидел, как все это работает, я был гораздо более заинтересован в этой игре. В следующем месяце на Kickstarter выйдет настольная игра по миру тьмы, которая называется World Wolf The Apocalypse Retilation. В этот раз игра будет по оборотням, где вам нужно будет собрать свою стаю и идти сражаться с фирмом. Пока есть всего, что показали, не впечатляет, даже несмотря на то, что я очень люблю мир тьмы, и походу это будет еще один такой босс-баттлер, но посмотрим, когда она выйдет на Kickstarter. Симон продолжает свою линейку ограниченных тиражей, дополнительных миниатюр, к зомбициду. И в этот раз серия наборов будет посвящена Iron Maiden, и там будет Эдди. Во всех его возможных ипостазях. При этом он будет как в виде героев, так и в виде врагов для всех возможных актуальных на данный момент зомбицидов. И для ковбойского, и для инвейдера, для всех. А еще там будут компоненты для использования этих же миниатюр в других играх Симон. Таких как Туху смерть может умереть, Кромешная тьма и даже Анг. Вот если бы они, конечно, игру Прокипелого и Арию сделали, это же почти то же самое, что Iron Maiden, я бы взял, а так, наверное, все-таки пропущу. За авторством Уве Розенберга в следующем году выйдет настольная игра Applejack, в которой вы будете сажать яблони и собирать яблоки. Это будет в какой-то веке не по лимину от него, но тем не менее вы все равно будете брать тайлы и выкладывать их так, чтобы они совпадали друг с другом, соответствовали. И стараться расположить их так, чтобы получить как можно больше цепочек пчелиных ульев, которые будут давать вам местную валюту, которая тоже является пчелиными ульями. Ну, логика железная. В магазине Cardplace вы можете приобрести любые настольные игры и аксессуары к ним. У нас есть 10% скидка на товары в вашей корзине, если вы до сих пор этого не знаете, это значит, что вы первые смотрите наши новости. Промокод GeekMedia, ссылочка на магазин там, все в ваших руках. А с новостями кикстартеров вас познакомит великолепный Александр Кикстартерович. Саня, тебе слово. Всем привет. Эссон прошел, на кикстартере начали появляться интересные проекты. И про часть из них я сегодня расскажу. Warcrow Adventure. Кооперативный данжен-кроулер от Corvus Belly, которая многим известна по своему варгейму Infinity. Ну или по своей арене Аристея. Короче говоря, Corvus Belly уже давно всем известно, но на этот раз они выходят не с варгеймом, а с настольной игрой. Это не первый их опыт. До этого на кикстартер они выходили с другой настолкой. Это был Defiance. И они собрали весьма неплохую кассу. Но сегодня мы проговорим про Warcrow. Любителям данжен-кроулеров стоит внимательней присмотреться к этой игре. Увы, но данжен-кроулеры могут удивлять только механически, так как везде одно и то же. Есть хорошие, есть плохие. И хорошие обязательно должны победить плохих. Не верите? Ну, можете посмотреть на свои полки. Ровно поэтому в подобных играх стоит смотреть в сторону механик. А тут есть на что посмотреть. Первое. Здесь забавная система активации, которая представляет из себя эдакий рандель. И манипуляция с ним позволит героям активироваться чаще, чем врагам. Ну, что-то подобное мы наблюдали в исполнении Ludus Maxxonus в их настолках. Nova Aethos, Nova Aethos 2, Cine Temporo. Ну, как-то вот так. Второе. Активации героев в бою делаются путем распределения кубиков энергии. И каждый решает, сколько кубов тратить. Но чем больше тратится энергии, тем больше бонусов будет получать персонаж. При этом у каждого персонажа свои особенности. Ну, например, танк может сделать провокацию одного врага, а может спровоцировать нескольких врагов, потратив больше энергии. Охотник аналогично может повесить метку на нескольких врагов. Ну, а клирик будет усиливать собственные ауры. Маг, в свою очередь, сможет игнорировать штрафы при использовании различных заклинаний. И таких плюшек у каждого героя предостаточно. В остальном, это весьма привычный данжен-кроулер. Бросаем кубы, считаем успехи, наносим урон, защищаемся от урона и так далее и тому подобного. Также в игре присутствует приложение, которое отвечает за нарративную составляющую. Ничего необычного в нем нет, все это мы уже 500 раз видели. Единственное, оно не следит за состояниями и количеством жизни противника. Вы просто их убираете и смотрите, собственно, их искусственный интеллект. Не более того. Если честно, то я даже в какой-то степени расстроен, так как Defiance в свое время не давал мне покоя, и я порывался его купить. А тут смотришь, ну, вроде прикольно, но не заставляет бросать деньги в монитор. С другой стороны, если вы фанат Корвусов и знаете о выходе их нового варгейма в фэнтези-стилистике, то миниатюры из Warcrow будут совместимы с ним. И это еще один повод для покупки этой игры. Dreadful Meadows. Это игра, где вам предстоит стать ужасным кондитером. И ужасным не из-за того, что конфеты будут невкусные. Нет, ужасным из-за вашего внешнего вида. Вам предстоит засеивать зловещие семена на грядке. И выращивать различные ужасные конфеты. Которые, в свою очередь, вы будете отправлять в ваш зловещий миксер. Где вам предстоит их смешивать и получать за это победные очки. Простая, быстрая и яркая игра на построении собственного движка. Где вам придется поломать голову. Так как победные очки вы будете получать не только за смешивание конфет в миксере. Но и за ваши грядки. И чем больше грядок будет конкретного типа, тем больше очков вы получите. Как я уже сказал, игра яркая и это ее продает. К тому же, она достаточно языконезависима. Способности персонажа это, пожалуй, единственный текст, который присутствует в игре. Но за исключением правил. Текст есть и в дополнении, которая добавляет три новых модуля. Но его не то чтобы много. Поэтому при помощи ловкости рук, можно решить эту проблему и играть всей семьей. Race to the Raft. Кооперативная игра про спасение котиков. Остров кошек в огне. И вам нужно всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы котики добрались до спасательного плота. Перед нами классическая головоломка, где игрокам необходимо сообщать решить задачу по эвакуации кошек. Но информация, которую можно обсуждать, как и всегда в подобных играх, строго ограничена. Для спасения кошек игроки будут использовать карты из четырех колод. Каждая колода имеет свою особенность. Примерное количество ячейк с конкретным типом местности. Увы, но котики хоть и хотят сбежать от огня, но против принципов идти не хотят. Поэтому они ходят только по дорожкам, которые соответствуют их цвету. Игроки же не могут делиться информацией о том, какие карты у них есть на руках. Также в игре нет четкого порядка хода. Но всегда верно одно. После выкладывания карты пути необходимо будет разместить тайл огня. Игроки будут набирать карты, разыгрывать карты, класть жетоны огня, двигать котов. Все это будет длиться до тех пор, пока не будут выполнены условия сценария. Котики добрались до плота. Либо до тех пор, пока игроки не проиграют. Итак, на протяжении 80 сценариев. Правда, есть еще дополнительный пакет сценариев, так что задачи хватит надолго. Всем любителям котячих пора бросать деньги в монитор. Забавная и механически крайне простая игра, которая заставит размять серое вещество по мере прохождения. Да еще и полностью языконезависимое. Ну, че еще нужно? И последний на сегодня проект Delta от издательства Game Brewer. Например, стратегическая игра в стилистике стимпанка, где вам предстоит управлять группой исследователей разных специальностей, которым предстоит пойти по стопам первопроходцев. Вы будете изучать различные механические животных, исследовать острова Дельты и изобретать различные устройства. Для этого нам дают игровое поле, разделенное на три части. Каждая часть из которого будет относиться к уже озвученным аспектам игры. И игрокам предстоит делать нелегкий выбор, чем же заниматься, так как каждая часть этой игры связана и все будет приносить победные очки. Вы можете заниматься исследованием животных, но самих животных вы сможете получить только путешествия по самой Дельте. А чтобы нормально путешествовать по Дельте, вам необходимы различные приспособления и инженерные решения, которые можно создать с помощью ваших инженеров в мастерских. При этом в игре крайне высокая конкуренция за рынок карт и как итог везде быть первым практически невозможно. Отдельно хочется отметить тот факт, что определение порядка хода не значит, что карты с рынка вы будете забирать первым. Все упрется в инициативу конкретного персонажа, отправленного в ту или иную зону. Также в игре присутствует элемент построения колоды, но при этом ваша колода не будет непрерывно расти, так как вам нужно будет избавляться от карт, чтобы проводить различные исследования. Но и это вы не сможете делать бесконечно, так как игра ограничена всего шестью раундами и за это время успеть сделать все просто невозможно. Очень интересный представитель семейства шильномыльных. Который вобрал в себя очень много знакомых по другим играм элементов, но разве это плохо? До кучи эта игра полностью языконезависима, остается только понять, как работает местная иконографика и на этом все. Потому что со всем остальным можно будет справиться в процессе. А на этом у меня все. Юра, тебе слово. По хорошей традиции и без всяких шуток я хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Наш канал растет, развивается. Доната почти нет в последнее время, поэтому там благодарность не так много. А вот наши бустеры, ребята, мы живем и развиваемся благодаря вам. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, с нашим каналом. Спасибо за то, что вы активно участвуете в жизни нашего чата. Даете советы по улучшению канала и в принципе нас поддерживаете, в том числе и морально. Ребята, без вас бы нас не было. Я был в GeekMedia, конечно. Этой осенью Хобби Волт, они, кстати, сегодня много анонсов дадут, выпустят эпичные схватки боевых магов Крутагеддон. И при этом Крутагеддон они уже выпускали, поэтому это будет экстремально острый чипхоз. Чипсихоз. Чипсихи. Чипсихоз. От слова чипсы и психоз смешано вот так вот. Это самостоятельная игра серии, она может быть замешана с предыдущими Крутагеддоном. И в ней будет 10 новых магов, куча новых карт, новый рынок и новая механика с чипсами. Ну, чипсихоз же, хорошо хоть не с психами. Хобби Волт локализует игру Прикогнишн, и это игра про постапокалиптический мир, в котором вы играете роль провидца иммуна, одаренного силой провидения. Спускаетесь по великой реке и следуете берега, чтобы спасти зараженных людей и нанять докторов для их лечения, и защитников для защиты речного судна от грядущих бедствий. Вам нужно будет собирать батарейки для активации машинного отделения вашего судна, но самая главная фишка игры не в ее сеттинге, а в том, что это игра, в которой вам понадобится провидение. Потому что вы будете отдавать каждый ход оппоненту две карты, и одну из них он вернет вам. И вам нужно будет сделать так, чтобы он вернул вам ту, которая вам нужна. Еще Хобби Волт локализует игру Ла Исла Пердида, или Потерянный остров. Это Roland Wright, в котором вы будете заполнять территориями свою карту, стараясь заполнять ее для того, чтобы получить одно из условий победы. В свой ход вы будете решать, какую территорию заполнять и бросать кубики. Выберите один из кубиков, нанесите только же на карту территории, и, соответственно, остальные игроки будут выбирать другие кубики, которые остались. И у вас очень ограничены территории, поэтому нужно очень хорошо думать, что вы заполняете. Гага Геймс открыла предзаказ на дуэльный варгейм «Красные» или «Рэдс». «Красные вперед!» Известный исторический варгейм именитого автора Теда Рейсера, в котором вам предстоит возглавить одну из сторон в гражданской войне, охватившей всю территорию страны. Примите командование войсками красных или белых в ожесточенной борьбе за будущее государство. Под вашим командованием вы выбираете либо войска Фрунзе и Тухачевского, либо, соответственно, анархистов Нестора Махно. Наши бустеры в чате, которые улюбят варгеймы, говорят о том, что она не только интересная, но и красивая. Крауд Геймс выпустил на русском языке дополнение к игре Ford, которая называется «Кошки и собаки». Странно, что не котики и песики. Это же Крауд Геймс. В этом дополнении два модуля. В модуле с собаками у каждого игрока появится планшет будки, а также карты собак, которые можно будет разыграть, если вы выполните особые требования. Прихоть питомца, так называемая. В конце партии игрок с наибольшим количеством собак в будке получит победные очки. Как он туда собак засовывает, прям вот так много, я не знаю даже. Модуль с кошками, с другой стороны, тоже достаточно интересный. Кошки начинают партию в общем запасе и могут прибежать к игроку, однако они никогда не пойдут к нему в руку. То есть не сами кошки, а карты с кошками. Кошки прибегают от одного игрока к другому и будут перебегать так всю партию, если игроки выполняют условия на картах. Ну, я такое видел уже, например, в том же самом Глуме. В конце игры, чем больше кошка у вас останется, тем больше очков вы получите. Лавка игр анонсировала о том, что они локализуют хит последнего Эссена. При этом, кроме лавки игр, видимо, никто не знал о том, что это хит. Но, как бы, теперь мы все знаем. Игра называется Сабика, нам предложат сыграть роль одного из дворян династии Найс Сридов, которые внесли в свой вклад в строительство башен, садов и дворцов древнего памятника. Вы будете строить город, и самый прикол этой игры в том, что в ней аж три ранделя. То есть вам положили рандель для того, чтобы вы играли в рандель, когда играете в рандель трижды. А без шуток, если там три ранделя между собой взаимосвязаны, каждая рандель посвящена отдельному сценарию, строительству самой Альгамбры, вырезанию стихов в ее залах и экспорт товаров по торговым путям. Все это происходит в течение пяти эпох, и в конце пятого раунда победа достается тому, кто набрал больше всех победных очков, или очков престижа так называемых. А Магеллан выпустит на русском языке интересную новинку, которая называется Трекс. Это кооперативный детектив от одного до шести игроков, основанный на звуках. Вы будете проигрывать звуки в приложении и искать ответы на карте. В коробке 15 сценариев, и каждый расследование займет приблизительно 15 минут. Такого детектива, скажем так, не вы, не я еще, ну, не играли, скорее всего. На прошлой неделе мы сняли и вывесили целых шесть роликов. Ну и самое клевое, на мой взгляд, я считаю, конечно, был из них ролик по книге чудес, который мы снимали с сыном. Посмотрите его, вы можете вот здесь, если пропустили. Посмотрите, там и графика, и не аватар, конечно. Но достаточно прикольно сделано. Это все на сегодня. А что я вам хотел рассказать? И с вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!